Значит, вопрос у нас, как повлиял Египет? Вообще взято что-то оттуда? Я понял. Итак, значит, во-первых, давайте сначала хронологию посмотрим, чтобы было понятно. Значит, пребывание евреев в Древнем Египте – это примерно минус 15 век. Теперь. И в книге Бытия рассказано, что Авраам вышел из Вавилона, пошел в Египет, потом вышел из Египта, опять в Ханане жил, потом Яков с семьей переселился, Яков переселился, точнее, в Вавилон, там женился, там, значит, у него формировалась семья, потом евреи вышли из Вавилона, и потом опять пошли в Египет, попали в египетское рабство, потом вышли из египетского рабство, и, значит, уже стали жить в своей стране. И это примерно минус 13 век. Теперь. До христианства здесь проходит так много времени, что на христианство это не повлияло никак и совсем. То, что есть параллели с христианством, это просто религиозное мышление человечества. Это есть параллели, но они есть всюду, во всей цивилизации. Просто больше знаем про Египет, поэтому мы видим эти параллели. Поэтому я думаю, что на христианство Египет никак не повлиял. Что да, повлияло на христианство, это то, что античная культура, уже не древнеегипетская, античная культура, где уже все и древнеегипетские, и древнегреческие мифы были переосмыслены в философском плане, вот это, конечно, повлияло в том смысле, что в конце первого века до новой эры, в конце первого века, центры еврейского расселения были два основных, ну, кроме страны Израиля, были два основных, в Вавилоне и в Египте. Было две главные диаспоры. И еврейская диаспора в Египте, эллинистическая, была совершенно огромной, и, конечно, она сильно повлияла на формирование христианства. В этом плане, да. Но это не древний Египет, это уже философское переосмысление древнего Египта в античную эпоху. Это могло повлиять. Там повлияло, кстати, вовсе не непорочное зачатие, как обычно думают, а скорее фундаментально отрицательное отношение к сексу. Это, ну, понятно, да, что в христианстве есть огромная проблема. Некоторое фундаментально проблематичное отношение к сексу. Это выражается в непорочном зачатии, в идее непорочного зачатия. Само слово «непорочное» означает всякое другое «порочное». Само понятие слова «непорочное», да, в него встроено понимание некой порочности секса. Идея целебата, вообще все, что с этим связано, все это, конечно, некая античная греческая культура, которая тоже ввела себя что-то из египетской, но не является египетской по своей сути, а скорее античной. А второй центр еврейский был в Вавилоне. Так вот, христианство взялось из того центра, который в Египте, и очень сильно с ним связан в Египте, в Малой Азии, то есть в грекоязычных центрах. И вся эта диаспора погибла в 115 году во время восстания диаспоры, и поэтому мы о ней меньше знаем, там, из Филона Александрейский, но довольно мало источников, в Филоне Сувилонской, с которой тысяча источников. Вот, но это отдельный вопрос, это вот про христианство, и он, хотя внешние параллели есть, не в этом суть. Христианство совсем не так устроено. Вот, христианство это греческая философия и еврейский монотеизм, синтез вот этих двух вещей, а не Египта. Вот, но что касается самих евреев, то как раз влияние Египта необычайно сильно, самого иудаизма, не христианства, а самого иудаизма. Теперь, чтобы понять, насколько оно сильно, я сейчас расскажу важный вопрос, насколько сильно египетское влияние. У всех народов есть понятие Родина-Мать. Родина-Мать зовет, не случайно она Родина-Мать, да, или Фатерленд, да, там страна отцов, то есть, но в принципе, страна отцов, она же страна отец, да, то есть представление у всех народов такое, страна рожает народ. Потому что все народы сформировались как народы в ходе жизни в своей стране. Ну, например, там Франция, да, вот, французы сформировались из галлов, франков, там, ну, северная Франция и южная Франция. Почему они сформировались в народ? Хотя франки были германцами, да, как вы знаете, естественно. Франки не были кельтским народом, да, галлы были кельтами, а франки германцами. И, тем не менее, они стали совершенно специфическим, потому что история Франции. Их соединила история Франции, их спаяла, вот, сформировала в народ. То есть, также англичане и англосаксы, у них есть англосаксонское влияние, есть датчане, которые довольно много интегрировались во время датского взрывания Англии. И все это интегрировалось в ходе развития истории Англии. То есть, всегда народ рождается в ходе истории своей страны. Когда разные этнические компоненты много столетий живут в едином государстве, отвечают на общие вызовы, решают общие проблемы, сталкиваются с своей общей историей, то они постепенно переплавляются вот в это вот национальное единство. Всюду. Поэтому всюду во всем мире родина-мать. Теперь. Еврейский народ, в отличие от этого, имеет совсем другую конструкцию. С еврейской точки зрения, страна Израиля вовсе не является матерью еврейского народа. Она является его женой. То есть, рассмотрение отношений народа и страны – это отношение брака. Потому что еврейский народ вовсе не родился в стране Израиля. Он родился в Египте. Поэтому, когда Яков со своей семьей приходит в Египет, то это процесс зачатия. Потом евреи в Египте умножаются, увеличивается эта беременность. Потом наступают казни египетские, это схватки. Потом воды раступаются, море и народ выходят. Родовые пути. Да. Это вот и есть просто абсолютно рождение народа. Просто буквально расписано. Теперь. И когда он рождается, то ребенка сначала отправляют учиться. То есть, на гору Синай получать тару. А потом его отправляют жениться. То есть, завоевать свою страну. Но поскольку он по молодости боится жениться и боится идти завоевать, то его отправляют целых лет ходить по пустыне, пока он перевоспитается, пойдет и женится на стране Израиля. Когда потом он женится, то если он плохо себя ведет, то страна Израиля его выгоняет. Но если он потом исправляется, то он его принимает обратно. Поэтому все другие народы во всей истории человечества, которые переселились в другую страну, через пару столетий перестает у них вообще быть идея возвращения, куда бы то ни было. Франко-канадцы ни в какую Францию возвращаться не собираются в принципе. Хотя французский язык сохраняют. Но вы им предложите франко-канадцам репатриироваться во Францию, понимаете, они будут чрезвычайно удивлены. И никто, никуда, там, не знаю, там, африканеры из Южной Африки считают своей родиной Африку, а никак не Голландию. Хотя в принципе они в общем голландцы. И так во всем мире абсолютно. Австралийцы не собираются и потереваться в Англию и так дальше. Потому что народ формируется заново на новой земле. Это его новое совершенно рождение. У евреев это не так. Евреи во всех странах сколько ни жили, где было лучше, где было хуже, где по исследованию, а где наоборот все было совершенно идеально. Ни в одном месте еврейский народ не прижился и не стал считать это своей новой родиной. Нигде. За две тысячи лет. Это абсолютно уникальное явление во всей мировой истории. Теперь, то есть нет ни одного такого примера. А вот чтобы народ через две тысячи лет захотел вернуться в свою страну, это абсолютно не бывало. То есть если мы скажем, что закон природы это то, что повторяется, и закон социологии это так, как у всех обычных народов, то евреи народ абсолютно ненормальный. Государство Израиль это государство ненормальное, что оно единственное в мировой истории через две тысячи лет кому-то пришло в голову вернуться, где жили раньше. Вы предложите финнам вернуться на Урал, например. Или это самое, например, болгары. Болгары, они же с Волги. Волжские булгары. Но у них вообще не может быть никакой мысли возвращаться на Волгу. Это не входит ни в какое сознание человечества. То есть евреи, а есть народы, которые ушли полностью, например, цыгане, да, они ушли из Индии, как мы знаем. Но у них нет никогда идеи вернуться вот на свою историческую Оргу. Просто никакой такой нету вообще ни у кого. Евреи это единственный пример во всей истории человечества среди тысяч народов. Ну, один-то пример есть еще. Какой? Курды. Курды никогда не уходили с своей земли. Они хотят независимости. Они хотят государства. Это совсем другое дело. Нацгруппа, которая живет и не имеет своего государства, стремится к самоопределению. Это всюду. Это курды не один пример. Просто это большой народ, который не имеет своей страны. Самый большой народ из не имеющих страны. Но когда-то во всей Европе империи развалились, и все получили. Чехи не имели столетиями своего государства. Вот это было всегда. Группа, живущая, объединенная национальным сознанием, хочет получить автономию. Но никогда у нее нет идеи вернуться туда, где она жила две тысячи лет назад. Это вообще немыслимо. Понимаете? То есть, великое переселение народов, вы предложите обратно англосаксам возвращаться на Ютландский полуостров. Они с такого же периода времени, полторы тысячи лет. То есть, евреи являются абсолютно уникальным примером в истории человечества. Во-первых, евреи, наверное, самый старый. Ну, скажем, китайцам самосознание Хань – это максимум с Конфуция. То есть, минус шестой век. Все народы, которые мы относим к особо древним, там, армяне, это две с половиной тысячи лет. Евреи – это четыре тысячи лет. То есть, евреи в два раза превышают все самые старые народы. Это абсолютный, так сказать, уникум. То есть, если вы представите, что всем людям примерно по 70 лет, но некоторые доживают до 100, а всего одному человеку 200 лет. И он продолжает шустро и бегать, и во все вмешивается. То это и есть евреи. Понимаете, все остальные должны быть в ужасе. И это и есть причина антисемитизма. Потому что евреи действительно ненормальные. Как народ. То есть, всякий еврей, он вроде нормальный человек. Но евреи, как народ, это абсолютный уникум в истории. Нет такого 24 тысячи лет. Как известно, есть выражение, чем государство Израиль отличается от всех стран мира. Что это единственная страна, которая называется так же, как 3000 лет назад. Имеет столицу такую же, как 3000 лет назад. Говорит на языке, как 3000 лет назад. Имеет религию, как 3000 лет назад. Понимаете, такого быть не может нигде. Нисколько. Представьте себе, возьмите любое место на земле, и посмотрите, что там было 3000 лет назад. И сохранился ли там язык, самосознание, религия и все представления. Они, конечно, трансформировались, модернизировались. Но, по сути дела, вот они все те же самые. Как есть город Давида, так и есть город Давида сегодня израильской столицы. И это, конечно, если серьезно к этому подходить, это не умещается ни в какое нормальное сознание. Поэтому, действительно, почему возвращение евреев в свою страну так сильно меняет историю человечества, то, что евреи – это мировая аномалия. Ничего не поделаешь. То есть, нет объяснения даже. Почему? Есть, я дам объяснение религиозное, как в рамках аномалии. Теперь, с точки зрения христианства и ислама, ну, ислама, наверное, меньше, а уж с точки зрения христианства, евреи – аномалия просто потому, что все священное писание христианства стоит за них евреев. Вы открываете Библию, что Ветхий Завет, что Новый Завет, и всюду, на каждой странице, одни евреи. Но это же ненормально. Почему один народ, который небольшой по размерам, для двух миллиардов человек, и историей еврейского народа является их священной историей, все святые евреи, все пророки евреи, даже бог еврей. Ну, какие вообще рамки-то лезут? Никакие. С точки зрения христианства, если Всевышний решил на земле как-то воплотиться, ну, почему он выбрал евреев? А не римлян, не Египет, не какую-то великую, так сказать, державу, какой-то совершенно ненормальный народ. То есть, это вещь, которая просто впечатана в цивилизацию, от которой никуда не уйти. Понимаете? Если христианин приходит в церковь, и там есть иконостас, то все вокруг евреи. Не все. Ну, хорошо, 90%. Понимаете, да? Ну, это же чудовищное давление на мозги. Ну, это как раз объяснимо. Ну, как? Ну, как? Вот вы говорите, вы говорите, в 2000 лет, или сколько там, еврейский народ возвращается, создает государство, возвращается назад. Это, в принципе, можно, наверное, объяснить с точки зрения... Не думаю, что это не объяснимо. С религиозным точнее зрения это прекрасно объяснимо. А с рациональным нет. Человек, это же, вот, не все же там рационально. Хорошо, хорошо. Большая часть религиозная. Окей, окей. Ну, понятно. Хорошо. Теперь, но вернемся к евреям и Египту. Поэтому евреи родились в Египте. И поэтому мать еврейского народа, это Египет. А с мамой молодой человек, хорошо. Я же не спорю. А папа еврейского народа, это Вавилон. Прекрасно. Теперь, где у нас первый раз появляются в книге бытия Египет и Вавилон? Первый раз они появляются, где описание райского сада? Там не в прямом сказано. В прямом? В прямом, да. В прямом, да. В прямом, да. Да. Значит, там сказано, что вдруг описание райского сада, вторая глава книги бытия, где Адам в саду. И вдруг сказано, а из Эдена вытекает река, разделяется на четыре рукава. Рукав такой-то, и рукав такой-то, такой-то, и такой-то. Да, да, да. Теперь, там напрямую Тигр называется Тигр, Хидекель, как вот он сегодня называется. Там напрямую Ефрат называется Ефрат. Теперь, там Пишон, который огибает землю Куш, то есть Эфиопию. И это Нил, по всем мнениям. Там есть еще один, который Дихон, который по разным мнениям, есть разные мнения, куда его отнести. Но три реки отождествляются однозначно. То есть это Нил и Междуречие. Египет и Вавилон. Да. Теперь, то есть это цивилизации, исходящие непосредственно из Иральского сада. Самые такие базовые, фундаментальные цивилизации человечества. Это Египет и Вавилон. Первый, это Шумеры, не речь. Ну, Вавилон, Вавилон, в смысле Междуречие, Шумеры, Шумеры, Влоняне, Акации. Но это, не важно, это вот эта цивилизация. Цивилизация Междуречия. В Египте тоже, просто мы их называем одним словом египтяне, но там тоже Верхний Египет, Нижний Египет, тоже какие-то были части. Но, в принципе, вот это две, вот это два источника цивилизации. Теперь, чем они отличаются фундаментально? Они отличаются тем, что египетская цивилизация солнечная, а Вавилонская лунная. Календарь Вавилона лунный, календарь Египта солнечный. Теперь, ну, вот, например, скажем, наш собственный юлианский исходный календарь, европейский, назван юлианским, потому что его сделал Юлий Цезарь, как вы помните, да? Кто, собственно, создал юлианский календарь? Цезарь. Теперь, взял он его из Египта. Теперь, в этом календаре есть слово год и есть слово месяц. В нашей голове слово месяц связано с Луной. Правда? Да. Месяц он на небе, месяц вышел, месяц ясный, и он же месяц календарный. Но в календаре юлианском месяцы с Луной не связаны. Они начинаются в произвольную фазу Луны. Месяц на небе и месяц в календаре связь потеряли. Хотя в языке совершенно очевидно, что эта связь должна быть. Но месяц это же цикл Луны, да? Теперь. А год остался. И это солнечная система. Где год солнечный, а месяц потерялся от Луны. Теперь. В Вавилоне календарь это то, что сегодня исламский. В нем месяц это настоящий месяц Луны. Всегда начинается в новолуние. Середина месяца всегда в полнолуние. Кончается, когда значит там 30 дней и начинается новый месяц. Вышел новый месяц на небе. Но там нет связи с солнцем. И поэтому там год это 12 месяцев и год короче западного года. Поэтому он всем сдвигается на 10 дней и может начало года прийти на любое время года. Поэтому когда человек говорит, что ему по исламскому календарю 80 лет, то по западному календарю ему там 75 лет всего. Потому что они года считают не так. А евреи соединяют и то, и то, и то, и то, то есть еврейский календарь он лунно-солнечный. Он объединение Вавилона-Египта. Теперь, потому что Вавилон и Египет это и есть две базовые цивилизации. Задачей евреев было их снова связать. То есть эти реки, которые разошлись израильского сада, нужно интегрировать. И поэтому исходная задача евреев, так как сторона Израиля это и есть на пути из Вавилона в Египет, также задача еврейского народа взять вавилонскую культуру, взять египетскую культуру и их вместе связать. И поэтому да, действительно в иудаизме очень много от Египта, очень много от Вавилона и оттуда и оттуда. Там, скажем, законы Хамурапи очень сильно отражаются на книге бытия. И все это есть. Но точно так же есть и противопоставление этому. То есть в Таре сплошь встречаются фразы «Помни, что ты был и обом в Египте и поэтому делай вот так-то». Или «Помни, что ты был и обом в Египте и поэтому не делай вот так-то». То есть Египет служит и хорошим примером и плохим примером. Вот эти стороны Египта ты возьми, потому что это хороший пример, а вот эти стороны Египта ты наоборот тщательно не бери, потому что плохие стороны Египта. И то же самое с Вавилоном. То есть взял на еврейский народ много от Египта, конечно, да, и от Вавилона, конечно, да. Именно потому что задача евреев это соединить все рукава в единое опять вернуть реку к источнику райского сада. И для этого нужно взять все аспекты цивилизации фундаментальные и между собой опять соединить. Это действительно роль иудаизма и в этом смысле все совершенно правильно. Действительно огромный совершенно фундамент из Египта взят. Но переосмысленно. Вот, например, если вы знаете, есть такая штука тфелин. Никогда не встречались с такой. Филактерии называются по-русски. Это евреи религиозные в будние дни такие с коробочки специальные квадратные черные, которые надеваются на руку и на голову. Видели когда-нибудь, картинки такие? Вот. Так вот, тфелин, который на голове находится ровно там же, где у фараона змейка. Теперь. И является орденом за победу над Египтом. Теперь. Что такое змейка? Змейка, она круглая. А тфелин обязательно квадратный. То есть прямые углы все. В природе никаких прямых углов нет. Прямые углы появляются, когда человек делает цивилизацию. Природа всегда закругленная, а не прямая. Теперь. и в кабале всегда понятие круглое это понятие природного. Понятие прямого это понятие вмешательства в природу, божественного проведения или человеческого действия и всегда стремление к цели. Потому что природа, будучи круглой, никогда ни к чему не стремится. если шарик летит, то он под действием силы притяжения падает. Но он падает по причине чего-то, а не ради чего-то. Он ни к чему не стремится. Он не стремится к земле. На него воздействуют силы и так искривляется траектория. Но цели у него никакой нет. У силы тяготения нет никакой цели. Вообще у законов природы нет цели. Это цикл никуда не стремящийся. Поэтому все круговращение всего в природе это рождается, взрослеет, умирает и приходит точно такой же новый. Во всем цикле природном. Потому что природа никуда не направлена. И это представление человека внутри природы, и это представление древнего Египта, в котором Нил ежегодно разливается, и все это постоянство, и все это природность. Вообще в этом смысле Египет просто обожествляет природу. А еврейский подход ничего подобного можно на природу как бы изменить, есть вектор, и этот вектор в природу вмешивается, начинает ее двигать. И в этом смысле еврейский исход из Египта, это и есть вдруг неожиданно есть вектор, есть начало, оно к чему-то стремится, вдруг поставлена цель, задача, а у прежнего никакой задачи не было, никакой цели не было. Цель была сохраняться, но не куда-то продвигаться. И вот это кардинальное отличие иудаизма от любой совершенно религиозной системы другой. Вот в греческой системе есть система древних греков, там очень подробно описаны разные роли разных богов, то есть разных сил природы, все очень много, красочно, теперь спросите, окей, вот я понял, вот с точки зрения религии древних греков, куда мы должны стремиться, к чему? Ответ ни к чему. Ну, чтобы было получше, покрасивее, поутонченнее, да, но нет, но нет никакого, да, есть некое описание идеала, но нет никакого стремления к нему, для этого мы не должны переделать нашу социальную жизнь, нашу экономическую жизнь, нашу, так сказать, человеческую жизнь, мы ничего не должны переделывать, мы не должны, вот у нас нет такой цели, которая поставлена нам в качестве задачи на тысячелетие, весь подход иудаизма стоит в том, что у нас есть понятие мессии, Машеха, что такое понятие Машеха? Это цель, куда должно прийти человечество, куда мы должны его продвинуть, поэтому и христианство к этому подключено, и марксизм с другой стороны, но есть такая замечательная фраза, что марксизм похож на иудаизм, как обезьяна на человека, что он все в точности берет, только вместо избранного народа будет избранный класс, вместо прихода Машеха будет коммунизм, но вот такая же совершенно схема, вот, но обезьяна тоже похожа, тоже две руки, две ноги, прыгает, в общем, похоже, и внешне так соответствует, вот, на ногах ходит, вот, но совсем другое, вот, так вот в этом смысле это изменило всю концепцию, потому что все религии, как это сказать, кармические, они все основаны на том, что есть цикл, а стремления нет, вектора нет, а евреи, возможности влиять, ну, и даже, возможности, выкат локальные, но нет, влияние на мироздание, да, а еврейский подход в том, что человеку поручено изменить мироздание, вот это и есть самый главный месседж, исход из Египта, всего этого вектора, задачи поставленной, и вот этому это все меня поменяло вообще все кардинально, в этом смысле христианство это экспорт иудаизма человечеству.